Горником и Нором Сиразиевым. Вот это большое зеркало, начало 20-го века, встречает нас с первого этажа. Дом принадлежал разным лицам, о чем свидетельствуют эти архивные документы. Здесь и Иван Курсанин, и Кадураев. А по словам дочери писателя, Шарифа Павла, заедая и любимой, дом принадлежал преподаваловцу Ивану Иванову. К сожалению, в дальнейшие сутки после революции, на начале, чего не известно. В 1908 году изображение этого дома и разжигывался на почтовых открытках, свидетельствуют о том, что дом был узнаваем и за пределами нашего города. Располагался этот дом на улице Вознесенская. Прошли революции, прошла гражданская война, дом выстоял. В 1924 году улицу переименовали Островского. И со временем превратился многоквартирный жилой дом. Програтился многоквартирный жилой дом. И с 1928 года здесь со своей семьей живет и известный писатель, татарский писатель Шарик Хамал. До своей смерти, 1942 года. Перед вами уникальный документ о распоряжении Совета народа Комиссарова СПСР 2 июня 1944 года о том, что об открытии литературного музея в Татарской экономной республике. Музей открылся в квартире Шарик Хамал в 1950 году. Это первый литературный музей в Республике Татарстан. В основной Республике Татарстан. Все, вот здесь я завершу. Татарстан.